друзья сегодня вам принес настоящие перлы из российской пропаганды и сейчас вы насладитесь этим в полной мере но перед этим хочу вам показать вот чем все заканчивается вот вот хочу показать чем заканчивается это сзади вы видите камаз российский это рывес вот такое быка и видите вот все что от него осталось друзья я здесь на границе николаевской херсонской области я просто хочу обратиться к россиянам вы для чего сюда приехали вот этой буквой z знаете как закончили ваши не знаю как назвать однополчане ваши 40 и вон они вот эта могила видите вон там ящик от б.к. вот этот камаз вез боекомплект и полностью уничтожено все а вон там два ваших орка лежат вон эти палка торчит и увидите этом ботинок от лежит ботинок лежит разгрузка вот она вот вот подскажите для этого приехали чтобы просто удобрить землю николаевщины и херсонщины делайте выводы бросайте это поганое дело валить отсюда сейчас расскажу дальше обо всем подробнее воевать против сенатор российской федерации сейчас не может вот шойгу полностью обосрался лавров вообще никакой слезняк эффективность не нулевая она в минусе причем глубокими они воюют а мы спецоперируем гага ждет гага ждет итак друзья там стрелков гиркин опять наговорил о состоянии российской армии о многом еще чего интересного но вы подписывайтесь на канал только здесь вот прямо там где линия фронта вот считанные километры отсюда для вас информация только что передали нашим бойцам классную птичку именно хорошую птичку поверьте мне который им очень поможет разведки вот такое вот взрывать и бомбить а состояние российской армии в принципе вот как примерно как у этого камаза ну может еще не до конца но скоро будет и об этом говорит гиркин он говорит о том что он допускает вы друзья подписывайтесь на канал не забывайте share like все это важно работаем для вас так вот гиркин говорит что он допускает что на донбассе будет проигрыш а мы не допускаем и мы в этом уверены и уже концу и что это лето переломная войне и что концу лета уже у россии будут проблемы с комплектующими и с боеприпасами а украине пойдет помогать нато нато через польшу чтобы сначала придет польша польша страна нато и уже будет помогать украине послушайте что говорит гиркин стрелков ну интересно интересно я не исключаю что по мере того как российские войска будут если будут подчеркиваю не будут терпеть серьезные поражения а это может произойти уже летом когда украина введет в бой свои год подготавливаемые сейчас резервы поляки обзовут какие-нибудь свои бригады или полки добровольцами и отправят на фронт и тогда перед российской федерации снова станет вопрос как закрыть на это глаза а и тут будет еще веселее по одной простой причине потому что а если не закрыть объявлять войну польши а это война с над воевать против всей нато российской федерации сейчас не может мировая война и гарантированно наше поражение причем этого не да мы можем пол мира с собой утащить теоретически кстати на западе уже спрашивают если российская армия так неэффективно у них вообще ядерное оружие то есть ну я кажусь в украине наша песня горна нового починаемые из нову до 5 про нато что воевать с нато только гиркин не считает отличие от пропагандистов что уже идет война с нато а он говорит о том что вот если вообще придется воевать с нато то вообще кранты и гайки будут и я с ним абсолютно согласен будут вам кранты и гайки орки потому что и подготовка не то оружие не то все не то все не то и гиркин об этом прямо говорит более того он говорит дальше а что же все происходит что же это ракеты летают по курской белгородской области а что будет дальше то курят возле нефтебазы это возле оружейных каких-то складов что будет дальше грит гиркин крым и дальше послушайте каждый день обстрелы курской белгородской области это тоже по плану видимо не вот этого я думаю не планировал ударили разочек под силу ударили 2 подождите неделька-другая на банковую ничего не прилетит они будут и по белгороду бить и по курску подождите они по крыму ударит и скоро ударит и по крыму ударит и по ростову ударит и тем более они уже пытались по таганрогу били ракетами и по миллерово они били точками в самом начале компании но еще все будет все будет они воюют а мы спецоперируем в общем во всем виновата спецоперация из-за нее не мобилизацию провести не могут вообще не так все делают ну и целые бригады российские когда узнают что их отправляют в украину пользуясь тем войны жнец спецоперация вообще бегут и боятся пересечь границу послушайте что рассказывает гиркин потому что они хотят чтобы их вот так похоронили как за этим камазом этих двух ребят вот пишет мне человек из хабаровска наша замечательная росгвардия половина бросили порта на стол когда им сказали что еще часть вернулись в наручника отказались границу переходить и это не только там в этой части это много таких частей а что с ними можно сделать скажите мне когда контрактники рвут контракты перед отправкой на войну то есть пока войны не было они там все у них было хорошо они ходили красивой форме маршировали там пели песни и на них смотрели как война началась они решили что нет это не хоть не не сами сами все сами в результате части идут в бой неукомплектованные какие на 50 а какие на больше процентов и в результате несут большие потери чем несли бы если бы они не говоря уж о решении боевых задач выполнений за это надо наказывать а как как специальная военная операция кто-нибудь видел документ о том где бы расписывалась что-то можно чего нельзя нет ее не существует в общем оставили мы позади этот камаз а гиркин и рассказывает все уперлось в тупость военачальников и бюрократизм все такое совет стайл и все такое ухудшены а путину он же не может признать что он налажал поэтому значит он не боится и не хочет поменять военачальников и вот что об этом он говорит послушайте эффективность не нулевая она в минусе причем глубоком вы жестко критикуете министра обороны вы считаете что после этой критики поменяют или он станет эффективно управлять войсками или может быть это все-таки подрывает боевой дух армии вы думаете в армии не знают ничего с вами или вы думаете что после замечательного сражения за гостоми с огромными потерями продолжившего традицию наших неудачных киевских десантов там все в восторге от нашего командования от нашего генерального штаба слава богу чтоб не прорвались а еще вдобавок героический гастомель где сейчас глубоком тыл противника это вы думаете вызывает высокий энтузиазм друзья на шойгу у него какие-то вообще личные счеты он его вам постоянно но вы знаете как сосет и постоянно нем говорит и я даже понимаю почему но там наверно кит еще фсбшные дела на дело в том что коррупцию они не могут выбросить что все разворовал ведь гиркин стрелков он все-таки за идею хоть и ублюдочную идею на идею нацистскую но за идею они за деньги и поэтому конечно ему на все это смотреть судя по всему больно но он считает что и лавров слезняк и все не слезняки но и тоже говорит а кто же этих уродов всех назначил приходит к правильному выводу ног дальше говорит нельзя трогать хуй ло россия распадется послушайте вот шойгу полностью обосрался лавров вообще никакой слезняк вся разведка по нулям и никто не наказан так то виноват в итоге фактически он сам вот такими своими принципами своих не сдавать он фактически обрекает себя на главного как это принято говорить бенефициара главным бенефициаром наших поражений он назначает самого себя сожалению без него сейчас нельзя если он будет сверху будет свергнут то и все россии когда и не потому что он хороший нет в общем друзья увидели вы это воинство мега воинство вот этот такой камаз но еще он полностью олицетворял собой российскую армию не проржавевшая старая никому не нужная бессмысленная зачем она пришла на нашу землю здесь умрет лучше бы уходили поскорее так целее будут друзья всем привет с границы николаевской херсонской области держим строй